Ассаламу алейкум, уважаемые земляки дагестанцы! Я сейчас рассказываю то, что увидел своими глазами. Раньше, во времена Советского Союза, до строительства Гемлинского туннеля с Ахуахского, Мотлиского и Цумадинского районов, Хосеюрт и обратно ехали обычно через Гумбетовский район, по Харибскому перевалу на Казбековский район или через Андрейский перевал на Чечню и дальше в Хосеюрт. В начале мая этого года мы группа родственников на одной машине ехала в прикутанный населенный пункт, расположенный на территории Хосеюртовского района. Хозяин автомашины, он же сам и водитель, предложил, чтобы миновать неасфалтированный участок автодороги Нижней Инхилоконхейдатли, проехать через Ботлих на Монии. На развилке автодороги Ботлих-Анды мы спросили ради интереса у обгонявших полицейских, как нам лучше поехать в Хосеюрт. Они ответили, что лучшая дорога через Андрейский перевал и Чечню, что здесь прекрасный асфальт в Хосеюрт от этой развилки до территории Дагестана. Мы после распада Советского Союза по этой дороге не ехали. Решили, развернули и поехали в сторону Анды. Скажу сразу, спасибо дорожникам и руководству Ботлихского района за реконструкцию и асфальтирование автодороги Ботлих-Анды. Из тех 17 серпантинных поворотов осталось только 4. Дорога тоже стала намного короче. Совершенно другая картина на чеченской стороне. От границы с Андрейского перевала до границы на Герзельском мосту на всем протяжении трассы нет ни одной ямы. Даже в горной части до Харачоя нет ни одной ямы. Это говорит о качественном укладке асфальта. Нам показалось, что мы попали в другое государство, где имеется один хозяин, где царит культура, где нет анархии и вседозволенности. В Харачои у въезда есть пост ТПС и написано «Место регистрации». Мы остановились и спросили у Болеческу, нам зарегистрироваться. Тот ответил вежливо «Ребята, не надо, вам счастливого пути». В Харачои введено «Серженьюрте» трассы в основном проходят через лесные массивы, но с двух сторон трассы стволи деревьев лесу побелены. Ни одной сухой ветки и листьев нет под ними. Нигде нет мусора. Нет навоза от стада коров. Видимо, сразу убирают. Повсюду похожи окрашенные заборы, культурные домостроения. Самое главное, ни на один сантиметр на дорогу не вышел никто. Нет самозахвата. Как было расстояние от дороги до частных владений при советской власти, так же сохранилось и ныне. Прямо на тротуарах нет супермаркета. Везде чистота. На проезде часто не стоят автомашины. Они стоят в предусмотренных для этого местах. Шали. Раньше это было самое длинное селение в Европе. Сейчас, кажется, город. Красивая в полном смысле этого слова мечет. Называется гордость мусульман. Здесь же ухоженный парк, фонтаны. Парки на ступеньках мечети нет ни одной пылинки. Когда мы подходили, сидящие на скамейках, девочки начали вставать. Мы зашли в мечеть помолиться. Внутри порядок. А, ура, описать не могу. Надо видеть. Мы все подумали. Дагестан отстал в культурном плане От наших соседей на сто лет. Даже по внешнему виду нас узнала проходящая мимо нас аварка, живущая в Шали. Поверьте мне, как только проехали Герзельский мост, сразу по состоянию трассы Ивида узнали, что мы на родине, в своем родном Дагестане. Спрашивается, что с нами, куда мы идем, кому мы молимся. Каждый старается ухватить, прихватить, урувать. Нет культуры ни в быту, ни в поведении. Никто из нас, видя чистоту, порядок, не смел в Чечне выбросить даже закладку от конфет через форточку автомашины. Там мусульманы, здесь тоже мусульманы. Здесь тоже на каждой улице строят мечети, ходят на розман, проводят ифтары, мажлисы, слушаем проповеди, одеты многие по-мусульмански, совершаем хад. А дальше что? Мне могут некоторые возразить, сказать, иди и живи в Чечне и тому подобное. Дело же не в этом. Разве наша столица Махачкала похожа на столицу? Разве наши поселки по внешнему виду? По градостроительству похожи на поселки городского типа? Разве наши и другие города благоустроены и являются приятными для проживания? Кто виноват? Наверное, мы сами и власть, и мужчины. Культура это же не только чистота. Культура поведения, культура характера, культура езды, культура ходьбы, культура одежды, культура собственного вида, культура приветствия, культура вставания, культура вхождения в дом и так далее, и так далее. Вот завтра пятничный день. Абсолютное большинство на разман приезжают на автомашинах. Многие из них в машинах сам один. Кто же из нас останавливает и подсаживает свою машину, идущих пешком на разман людей возраста? Где же наша культура уважения? Вопросов много, а ответов один. Никто из нас, начиная с меня, не боится Всевышнего. Все мы живем только сегодняшним днем и ради своего блага сознательно совершаем грехи. С нас берут пример наши дети. Дальше еще хуже. Дагестан становится большим базаром, где живут одним законом. Все можно купить и продать. Эта причина нашего невежества, хамства, неуважения без культуры и вседозволенности. Пусть Аллах простит наши грехи и благоразумит нас. Продолжение следует...